Ну что, встречайте, к нам приехал жених. А, к ней подходить нельзя, оборала и убежала. Всем изи привет, вы на канале Алиса Изи Пэтс, меня зовут Изи Роза. А это кто у нас здесь сидит в мисочке и ужинает? Это наш хомячок Кэмпбелла, ее зовут Пепси. Смотрите, какая у нас Пепси красотка. Она темненькая, с белой обороткой, белыми лапками и очень-очень блестящей шерстью. Потому что она очень любит купаться в песочнице. И Пепси пришла к такому возрасту, когда уже пора выходить замуж. Да, Пепсявка? Но у нас есть определенные сложности. Дело в том, что Пепси настолько красивая, настолько у нее замечательный окрас, что ей очень сложно подобрать жениха. Ну, кроме того, все вы давно знаете, что у нас на канале жениха для Пепси нету. Потому что это хомячок Кэмпбелла, который у нас родился. И который, собственно, у нас единственный ребенок. Ну, на данный момент уже не единственный. Но это ребенок от нашего хомячка Орио и нашей хомячихи Стеши. Ну, и поскольку у нас нет других хомячков Кэмпбелла, которые подходили бы ей по возрасту. А мальчик у нас всего один, и тот ее папа. Естественно, в женихе папа не подходит. Этого делать нельзя никогда. То мы стали искать Пепси с жениха. И я вам уже давно рассказывала, что у нас находится какой-то секретный гость. Что же это за гость? Вы его, наверное, сейчас увидите. Подпишись, даже если у тебя лапки. Хотя нет. Я вам сначала расскажу предысторию, как мы искали жениха. Дело в том, что у Пепси, как вы видите, шерсть довольно темного цвета. А такому хомяку очень сложно подобрать невесту или жениха. Потому что перебить вот такой темный окрас каким-то другим, более светлым, будет очень сложно. И чтобы получились красивые хомячата, то жених должен был быть под стать самой Пепси. То есть он должен был быть либо черным, либо каким-то черно-белым пятнистым. Иначе просто ничего не получится. И мы долго искали, 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 искали. Но хорошо, что у нас есть знакомые. Это питомник Вип Хомяк. Если вы вдруг про него не знаете, потому что недавно подписались на наш канал, то знайте, мы живем в Крыму. И у нас в городе, в Симферополе, есть замечательный питомник, который Вип Хомяк называется. У него даже есть официальная регистрация. Здесь за хомячками очень хорошо ухаживают. Здесь все хомячки, которые находятся в питомнике с родословной. Если вы там вдруг захотите купить себе малыша в дом, то вы представляете, у вас будет действительно Вип Хомяк, у которого будет родословное свидетельство о рождении, где будут написаны его папа и мама. Ну, короче, как в лучших домах Лондона, как говорят. Но я думаю, что многие из вас приобретают хомячка для того, чтобы ему радоваться. И вам вот такие вот регалии не особо нужны, но вам нужно просто здоровое животное. Так вот, такое здоровое животное вы можете найти именно в питомнике Вип Хомяк, потому что там очень следят за питанием животных. Там их регулярно проверяют на диабет. Эти животные живут долгую счастливую жизнь. Как живут у нас Орео, Стеша, а теперь Пепси и малыши Стешин, хомячата. Ну что ж, мы искали-искали жениха, мы расспрашивали долго. И к нам из питомника Вип Хомяк приехал гость. К сожалению, он приехал к нам ненадолго, но этот гость очень замечательный и очень красивый. Ну что ж, встречайте жениха Пепси и смотрите, какой он удивительно красивый. Я вам хочу сказать, что Пепси с женихом своим уже встречалась на нейтральной территории. Но девушка, как оказалось, очень интересная. И поэтому у нас вариант только такой, подсаживать жениха сюда. Чем мы сейчас, собственно, и займемся. Пепси как раз искупалась, она приготовилась к приезду жениха. А мы, пожалуй, уберем посторонние предметы. Это мостик. И еще у Пепси вот здесь вообще-то это туалет, но она, к сожалению, в нем живет. Купалка, я думаю, пусть останется. Мало ли жених захочет помыться перед встречей с невестой. Ну что, встречайте, к нам приехал жених. Ему уже не терпится. Вы посмотрите, какой он красавец. Вы когда-нибудь видели такую красоту? Вы когда-нибудь видели такую симметричность? У него практически симметричный окрас. У него удивительно красивый розовый нос и розовые с черным уши. И почему-то он решил зайти сразу в песочницу. Не могу вам сказать почему. Ну, как бы он должен интересоваться невестой, но он почему-то решил, что ему, наверное, первым делом нужно помыться. А что же Пепси? А Пепси ускорила свой бег, наверное, со скоростью в 10 раз быстрее. Интересно, что она не хочет выходить замуж? Ну что, дружочек мой? Ну, ты как бы как Маша с медведями. Наглая Маша, которая зашла в домик и давай там жить. Потом она решила помыться. Но нет, он решил забраться повыше. Может, ему как принцу волшебному отсюда лучше все видно? А Пепси в это время продолжает ускоряться и бежит в колесе. Может быть, она решила похудеть перед свадьбой? Я не знаю, конечно. А жених? Жених спустился с золотого крыльца и нашел вместо невесты колесо. Дружище, у нас колеса, конечно, классные, но как бы а невеста? Ох, ничего себе, у нас невеста какая! Слушайте, я даже не успеваю за ней следить. Так она быстро носится по контейнеру. Тут скорость просто космическая организовалась. А жених, похоже, занят колесом. Эй, жених! Жених, тебя невеста ждет! Вот она села на крылечки покушать пирожков. Пепси, по-моему, не поняла, зачем жених пришел. А жених, похоже, пришел за приданным. Да, я согласна, приданное у нас хорошее колесо, у нас тихое. Слышно только топот ножек. Мы вообще хорошие колеса делаем. У нас вообще тут все хорошо. Но невеста сидит, ждет, а жених бегает в колесе. Это как-то интересно получается. То есть у нас как бы свадьбы, наверное, не будет? Или он проверяет, какое у нее приданное, стоит ли на ней жениться? Или он ее искать пошел? Товарищ жених, вы не туда пошли. Вам выйти нужно, невеста здесь. Хе-хей, дружище! Кстати, я вам хочу сказать, что пока он у нас живет, он сначала осваивался. Он очень ручной хомяк. Я его брала на ручки. Он такой плюшевый. С ним, когда разговариваешь, он всегда выходит пообщаться. Ну, я думаю, может, ему все-таки интересно будет с невестой там пообщаться. Ну, как бы... О, он пошел к ней! А невеста на него прикрикнула и побежала. Я думаю, что это он таким образом показывает. Меня просто так не возьмешь. Без букета, без подарков. Так что давай, друг мой, ты хотя бы мне слова какие-то красивые расскажи в мои пушистые ушки. Так, а что мы копаем здесь? А, он обнюхивает то место, где она сидела. А она в это время продолжает худеть к свадьбе. Так, ладно. Жених пошел в другую сторону. Он, похоже, потерял ее. Но зато ему понравился дом. Согласна, домики у нас классные. Всем хомякам они нравятся. Он пошел помыться. Ну, конечно, как на глаза невесте-то показаться. Так. Вышел из домика. Невеста стоит, раздумывая. Думает, что это меня не замечает. Ладно, буду бегать продолжать. Фитнесом заниматься. А он почему-то моется в опилках. Смотри, вот здесь песочек есть. В нем можно помыться. Заходи, помойся. Будешь красивый, чистый весь. Ну, песок, да. Песок в нем моется. Эй. Ничего не понятно. Помылся в опилках. И поскакал дальше. У принцессы наша, похоже, ему не особо-то и понравилось. Ну, давай познакомимся. О, ничего себе. Принцесса у нас скандалистка оказалась. Он пошел в домик. А она сидит в кормушке. Почему он там что-то роет? А что мы роем? Там запасов нет. Она ест всегда из миски. Пошел, спрятался. Пепси, похоже, ты его напугала. Он боится тебя. Давай как-то знакомиться. О, песок. Нет, не песок. Колесо. Хорошее колесо. Странно. Пепси сидит такая вся в ожидании чуда. А жених осматривает приданное. Домик. Купалку. Колесо. Странно. Чего ты, ты из миски еще не поел? Хотя мы тебя кормили хорошо. Ага. Ого. Вы слышали? Ругается она. А он выглядывает повыше. Непонятно, что будет дальше. Так, спустился с белого крыльца. Поднялся. Слушайте, это прям какой-то сериал у нас. У меня вообще, я ничего понять не могу. Она сидит, его ждет у миски. А, я поняла. Это она ему стол накрыла. Говорит, заходи. Да. Ну, в принципе, предложение неплохое. Чем бы угостить нам жениха? Угу. Колесом угостить. Нет, я поняла. Может быть, ему дать вот угощение, которое мы хомякам даем. Вот чумиза у меня есть. Я дам каждому. Так, ну, кто-нибудь будет чумизу? Ребята. Пепси сидит, думает, стоит ей есть или нет. Ну, мало ли, растолстеет перед свадьбой. В платье не влезет. А жених ничего не понятно. В колесе просто бегает. Так, ну, куда же ты? Куда? Мы в ожидании чуда. Что, тебе наша невеста не нравится? Или сильно места много? Ага. Вот он доходит все время до кормушки. Она на него кричит и убегает опять в колесо. Они, похоже, в колесе будут бегать по очереди. Интересно, если колесо остановить, что надо будет делать? Оп, я остановила. А он пьет водичку. Слушайте, у него своя паилка есть, но из ее паилки, наверное, вкуснее. Так они лучше узнают друг друга. Я остановила. Колесо, смотрите. Колесо остановлено. Пепси пыталась бежать в нем в восстановленном. О, встретились, понюхались. И он ушел. А, он за моей рукой наблюдает. Я его все это время просто прикармливала постоянно. И он такой общительный. Опа. Ух ты. И давай убегать. Что-то Пепси у нас как-то кричит на него. Смотрите, как он умеет. Оп. Спортсмен. Короче, у меня, смотрите, вот здесь. Один лазит сверху, а второй бежит. Какая-то интересная у нас такая свадьба получается хомячинная. Ему очень понравилась приданная. А ей очень нравится ее миска, сидеть в ней. А он все время вокруг домика ходит. Я не пойму, что он хочет. Он вроде к ней подходит. А она на него кричит. Но он тоже хочет в колесе бегать. Колесо хорошее. Пепси у нас, да, такая девушка. Она себя цену знает. Она может и прикрикнуть. Я просто жду, чем все это дело закончится. А он все время бежит в колесе, а потом останавливается и идет в домик проверять, куда он прибежал. А прибежал ты на то же самое место. Вы, кстати, знаете этот фокус? Хомяки думают, что они когда в колесе бегут, то они типа бегут по дороге и могут прибежать в какое-то новое место, где найдут там вкусную еду, например. Так. Подошел. А что это ты в этот раз не орала? Ты уже привыкла к нему? Сидит, знаете, какое-то выражение есть. Печка лупает. Просто села в миску и сидит. А он в колесе бегает. Ну, здравствуй, девушка. О, какая у тебя вкусная еда. Ты мне стол накрыла. Надо же, спасибо тебе большое. Я пришел поесть из твоей миски. Она такая, ну ешь, ешь. Я тебе это припомню. Ну, сидит тихо. Видите, не орет на него в этот раз. А, к ней подходить нельзя. Оборала и убежала. И спряталась. Она думает, что ее не видно. И побежала опять в колесе. Нафиг, нафиг. Она замуж, короче, не хочет. Я поняла. Не хочет она замуж. Она всячески пытается сбежать от замужества. Ну, надо же. Он опять к ней. Ух ты. Как она бегает. Я даже не знала, что она такую скорость развивать может. Она как бы бегает, но всегда, ну, не так сильно быстро. А тут он ее прям ускорил. А ему нравится, он по песку все время ходит. Она же там купалась. Посмотрите, какая пара замечательная. Она черная с белым. С белой грудкой, пузиком, лапками. И он такой красивый, белый, с черненьким. Мордин черный. Бежит она у нас. Красота. Думала, убежала. Ничего подобного. Жених так и не испарился. Он только залазит все время на домик. Не зачесалось что-то. Короче, один на домике, другой в колесе. Все очень сильно заняты. Встретятся или нет. Ну, по крайней мере, они в колесе бегают. Она ему сейчас затормозила колесо собой. Она под колесо встала и уперлась в колесо. Ой, подбежит, закричит и убегает. А он? А он ее ищет. Да, он ее ищет. Да, вот такая у нас свадьба. Жених найти невесту не может. Невеста все время кричит и убегает. Ну что? На этом я их, пожалуй, буду рассаживать. Потому что оставлять хомяков на свадьбу нельзя. Надолго. Потому что они могут друг другу ушки или лапки отгрызть. Короче, если невеста будет не в духе. Вот. Поэтому они у меня встретятся завтра. Посмотрим, состоится ли у них свадьба и будут ли у нас хомячата. Представляете, какая у нас образованная девушка выросла. Все знает, все умеет, все у нее есть. А замуж не хочет. А пора уже. Он решил помыться. Ладно. Мы ему предложим стакан. Обычно хомяки во время вязки, они становятся немножко агрессивными. И могут укусить, если всунуть руку туда. Даже самые добродушные. Поэтому мы пользуемся вот таким методом. Заходите, товарищ жених. Вот он зашел, я его должна забрать. А он не хочет уходить, ему здесь понравилось. Ну, заходи. Ну что ты? Ну я понимаю, у нас хорошая невеста. Оп. Все, мы поехали. Вот такая у нас была свадьба. Я так и не поняла, чего они оба хотят. Или не хотят. Но Пепси вся в ожидании чуда. Замерла в тишине возле миски. Пепсявка, выходи. Нос даже спрятала. Даже спрятала носик. Ты иди вулечка моя. Не знаю. Сегодня она замуж не хочет. Посмотрим, согласится ли она завтра. Так что смотрите в новой серии. Чем закончится свадьба. Когда будет хомячата. Ну а мы сейчас переходим к нашей любимой рубрике. Распаковка посылок. А сегодня в нашей рубрике распаковка посылок письмо от Ачаровой Натальи Олеговны из Улан-Удэ. Надо же, из Улан-Удэ у нас еще писем не было. Ну что ж, приступим к распаковке. Наталья прислала нам письмо. И мы первым делом, конечно, его прочитаем. Посмотрите, как оно красиво оформлено. У нее приклеены интересные смайлики. Привет. Меня зовут Ачарова Наташа. Я живу в городе Улан-Удэ, Россия. Мне 13 лет и я родилась на 2 дня позже Алисы. То есть 28 августа. Ну надо же. И, кстати, она нам написала, нарисовала, где она живет. Она живет недалеко от озера Байкал. Всегда мечтала побывать на Байкале. Я очень люблю все ваши каналы. Желаю вам как можно больше подписчиков. Я обожаю ваших питомцев, особенно хомячков. А дальше надпись, что читать только после открытия подарков. И она написала, как называется, ее аккаунт в YouTube и в Instagram, чтобы мы могли с ней общаться. Ну что ж, тогда распаковываем подарки, а потом дочитаем такое красивое письмо. Первый подарок для Алисы Изи. Алиса, иди, тебе подарок прислали. О, так, я люблю подарки. Нет, это подарок номер два тут написано. Значит, первый должен быть. Ой, нашла. Нет, смотри, вот подарок номер один. Ну надо же, Алиске целых два подарка прислали. Классно. Сейчас посмотрим, что тут. О, смотрите, мне прислали воздушный пластилин. Спасибо огромное. Давно хотела воздушный пластилин. У меня он был всего пару раз, и очень он мне понравился. Спасибо огромное. Что-нибудь из него сделаю. Возможно, я даже слеплю какого-нибудь хомячка. И второй подарок для Алисы Изи. Смотрите, это из резиночек что-то. Так, первое, это вот такая вот подвесочка из резинок. Кстати, очень яркая, красивая. У тебя, по-моему, футболка такая есть. Футболка? А, да, у меня банановая футболка есть такая. Еще вот такая штука, как я понимаю, это украшение на елку. Я такое делала украшение на елку, по крайней мере. Это как бы, это снежинка-цветочек, смотря в какой расцветке сделать. В данном случае это цветочек. Очень мило. А, возможно, это подвеска или брелок на ключи или сумку. О, да, это тоже идея. Так, и еще тут есть вот такой вот браслетик. Очень стильный, кстати, прикольный. И тут еще из резиночек полупрозрачных сделано с обоих сторон. Классно, вообще, модняшкой буду. Еще есть подарок для меня. А мне тоже прислали браслетик. Она прям как угадала. У нас очень тонкие руки, и мне сложно подобрать на себя браслет. Но этот мне как раз подходит. Класс, спасибо большое. Мне прислали еще один браслетик из прозрачных резиночек. Если что, я буду делиться с Алисой. О, мне кольцо прислали. Вот такое вот кольцо. Ну, я же правильно поняла, что это кольцо? И у меня есть еще с вот таким бриллиантом кольцо. Короче, они даже подходят по цвету к моему лаку. И есть подарок для Изи Папы. Я распакую, и он увидит. А, тебе прислали вот такие вот украшения. Можно повесить на ключи от машины, например. А вот эти на ключи от дома. Тебе нравится? Да, очень прикольно. На сережки похоже. Ты будешь носить сережки? Нет. У меня вот такое вот яркое. На ключи. Да, на ключи классно. Ой, слушай, а давай все повесим на ключи. Да, у каждого будет, кстати, на ключах. Ты со мной поделишься? Конечно. Спасибо большое. И уже не терпится посмотреть рисунки. При распаковке рисунков я заметила вот такую кнопку «Подпишись». Она у нас практически бессмертная получается. Она очень плотная и выполнена из твердого материала. Мы гадали из чего же, но, честно говоря, не отгадали. А я отгадала. Они не отгадали. Это, короче, из клея пистолета. Клеевой пистолет. Да, похоже. Класс. У нас теперь будет жесткая кнопка, а мы хотели заказывать. Поставим ее где-нибудь на почетном месте, и ее всегда будет видно. Спасибо большое. Я такой красоты не видела еще. Это все нарисовано красками и ручками. И вы только посмотрите, какой он красивый, этот рисунок. И это фотография Алисы из Инстаграма, когда ты фотографировалась с цветами. Помнишь? Да, я помню. Наталья мне уже, кстати, присылала в Инстаграм. Мы с ней переписывались. Она мне присылала эту фотографию и говорила, что будет прислать нам рисунки. Это просто шедевр. И внизу надпись «Подпишись на Алиса Изи и Изи Роза». Это наши Инстаграмы, только у Алисы Алиса Изи Влог. Еще один просто шикарный рисунок. Алисы Влог. Алисы Влог. Алисы Тедди и Нафани. Если вам нравится, поставьте, пожалуйста, лайк. Я не знаю, как поставить лайк рисунка. Мама, мама, смотри, смотри. У буковок ушки. Смотри, вот у Оре ушки, у Стеша ушки. Везде ушки. Это так мило. И на этих рисунках тоже. О, и ты тоже. Здесь невероятно красивые фантомики. Вы только посмотрите, как художественно талантливо выполнены крысы Лариса и Дарина. Эти все картинки заставки на розовом фоне. Наталья, ты просто молодец. Я не знаю, сама ты научилась или куда-то ходила в художественную школу, или, может быть, еще куда-нибудь. Но ты большая умница, потому что выполнены рисунки просто невероятно красиво. Спасибо тебе большое. Ты нас так порадовала. Такими замечательными подарками, рисунками. И твое письмо тоже принимает участие в конкурсе. А конкурс проходит таким образом. Мы собираем адреса с ваших посылок. Алиса их вырезает и потом складывает в небольшую коробочку. Потом в конце лета из этой коробочки мы случайным образом достанем один из ваших адресов. И таким образом определим победителя. Голубая птица, вон она летает. Ребята, к нам прилетела голубая птица. Вы не видите, наверное, против солнца, но в Крыму живут птицы. Они ярко-голубого цвета. Я недавно умудрилась ее заснять. Я вам обязательно покажу ее на нашем канале изи-роза. Эта птица приносит счастье. Поэтому заходите туда, увидите птицу счастья. Извините, я сбилась. Итак, победителя. Вы знаете, это какой-то знак. Возможно, Наталья станет победителем. Итак, победителя мы определим. А он сам выберет себе любой подарок. В нашей группе ВКонтакте. Там есть поделки для хомяков, которые мы делаем своими руками. Домики, кормушки, мостики. Поэтому выбирайте, рисуйте. Делайте поделки. Присылайте их нам и участвуйте в конкурсе. Подпишись, даже если у тебя лапки. Вот такая у нас сегодня была распаковка на фоне моря. Спасибо большое, Наталья. Всех люблю. Целую. Всем изи пока. Встретимся завтра в 11.00. Редактор субтитров А.Семкин